Всем привет! Установил я себе RS Monitor после обновления на 9 версию Air Link и сегодня расскажу, покажу его плюсы и минусы и как он устанавливается Значит, несколько слов об этом приложении Оно нам позволяет выводить какие-то датчики на экран наш Air Link Почему RS это Renault Sport? Это пришло из спорта, есть такая машина Renault Sport, кто знает Вот, поэтому оттуда это и перекочевало, но так как у нас машина не спортивная Естественно, с такой мощностью, с таким объемом это не гоночный болид Но просто какая-то вот развлекательная фишка в этом есть Вот, поэтому можете скачать, попробовать себе, понравится, оставить, понаблюдаете Вот, дело в том, что для работы этого приложения, нормальной работы, нужна 7, 8 или 9 версия Air Link, на третью тоже можно скачать, но смысла нет, потому что не будет работать Эти датчики у вас не будут показывать, они будут просто стоять на месте Вот, по третьему Scenic тоже можно скачать это приложение, но это надо поискать Я этим не занимался, как это делается на третьем поколении У меня четвертый Grand Scenic и вы можете тоже на Air Link 2 себе, вот кто посмотрит мой ролик, попробовать установить В общем, я вам расскажу и покажу все, как это делается в подробностях Ну, смотрите, здесь можно менять из набора датчиков гистограмму, например Поменять кривую мощности, да, сейчас мы поставим Ну, например, вот кривая мощности, видите, тут уже график такой Можно выбрать скорость, чтобы здесь у нас отображалась Я сейчас стою, поэтому скорость 0 км в час Ну, не так уже много этих датчиков И не все они, к сожалению, показывают, работают Вот давление наддува не работает, не отображается в миллибарах Общался в интернете с людьми У многих, кто установил, ну, наверное, у всех даже, не у многих, у всех не работает Кроме там одного продвинутого пользователя Я на драйве читал, он написал там коды Но это сложно, я считаю, что простому пользователю это невозможно сделать И у него все работает Может, еще зависит от мотора, от конкретного двигателя У него не 1,5 децей Вот Здесь тоже можно выбирать различные показатели Вот секундомер, видите, типа заезды Считать за какое время вы там проезжаете определенное расстояние Вот, ну, так, не сказать, что какая-то полезная опция Но игрушка, как я уже говорю, такая имеется Производительность То есть, время заездов какое-то Ну, больше для спорта, для гонщиков Но наша машина не гонка Можно разгон померить от нуля до сотни Вот А, что еще здесь не отображается, хотел сказать Это температура Так, давление турбонаддува Температура не меняется Так, где-то у нас эта температура Охлаждающей жидкости, вот, видите Менее 70 градусов показывает и все И температура масла тоже показывает Менее 70 градусов И температура, у кого робот коробки тоже не меняется Вот такой баг здесь есть Если кто-то решил эту проблему Отображение температур Пожалуйста, расскажите, напишите в комментариях Как это решали Ну, вот, интересно еще Отображает давление В тормозной магистрали Я нажал на тормоз 29 Сильнее, вот, до конца Практически 90, наверное, под 100 бар Можно И дроссель тоже показывает Это Процент нажатия на педаль газа Ну, в принципе Добавляйте, что хотите Сюда себе Например, угол поворота руля Смотрите, как у нас меняется Сейчас 6 градусов Вот я кручу рулем Из стороны в сторону Полный выворот У нас 400 в одну сторону Сейчас другую Тоже 400 градусов Ну, вот я вывел Сюда на этот главный экран Гистограммы крутящего момента И мощности Вот, смотрите, я на газ надавил Крутящий момент Почти до 260 до максимального У нас выходит Там просто Жигуль еле тянется, блин Сильно не разгонишься Даешь газ Вон, лошадиные силы Тоже прибывают Нам надо поворачивать Смотрите Небольшой гайд По установке РС-монитора Будем использовать Как инструкцию Запись на драйве 2 автора Алексус 1 Из Киева, Украина Но прежде чем устанавливать Мы будем и скачивать Различные приложения Обязательно нам надо Зарегистрироваться В AirLink Store Ну, русскими языками Это AirLink магазин Я советую Производить регистрацию На британском сайте О, GB Первые буквы Либо болгарском Либо ирландском Если у вас не получается Будет в дальнейшем Увидеть и скачивать Это приложение Раз в монитор Значит регистрируйтесь На другом сайте На болгарском На ирландском Вот У меня получилось На британском Также вам В AirLink Store Нужно будет Обязательно Скачать Тулбокс Это Программа Для закачивания Файлов на флешку Файлов обновлений Кликайте по ссылочке Внизу Вот этой Learn No И тулбокс Если у вас Виндовс Там Скачивайте Тулбокс Для виндовс И потом И устанавливаете Там Значит Чего мы начинаем Смотрите Первым делом Как автор пишет Вам нужна Чисто отформатированная ФА32 Флешка Вы ее вставляете В машину Ненадолго Там На 10-20 секунд Неважно И на флешке Создастся папка R-Link с отпечатком Вашего этого Головного устройства Именно Ваш Отпечаток У вас на флешке Будет две папки LostDeer И R-Link Нам нужна папка R-Link Заходите сюда И среди Тут Двух файлов Ищите с расширением VLS Вот VLS Его копируете Этот файлик Копируете его И Помещаете себе На рабочий стол То есть Он вам пригодится Вот этот файлик У меня Я уже заранее скопировал Будете работать с ним Затем Вам нужно будет скачать Приложение VLS Descript Тут У автора Две ссылки Обе они рабочие Скачиваете Это приложение Помещаете его Себе на рабочий стол Я сразу все Скачал на рабочий стол То есть Его устанавливать не надо Но Сразу запускается Это Такая мини программка Скажем так Потом Необходимо для работы Вам будет еще Скачать Java Вот тоже ссылочка Здесь есть Скачивайте И берете свой Вин номер Взяли Вин номер Запустили Вот это приложение Которое мы ранее Скачали VLS Descript Вводите сюда Верхнюю строчку Вин И нажимаете Слева Descript VLS Нажимаете Вот Выбираете Ваш файлик Отпечаток С флешки Который вы Тоже Предварительно На рабочий стол Скинули Вот VLS Descript Автор еще здесь Писал All files Если вдруг Не работает Вот Снова мы его Выбираем Наш отпечаток Этот с флешки И нажимаем Open И у нас сейчас Создались На рабочем столе Два файлика Я вам покажу Какие Для работы Они нам Нужны Вот Они будут Отличаться Расширением Здесь вот Расширение Мы видим Nav А здесь Если навести У нас Будет JSON Если Больше Раскрыть Так Свойства Вот Файл JSON Следующий Этап Вот этот Файлик JSON Который Мы сейчас Будем Там В блокноте Либо В другом Текстовом Редакторе Изменять Его Добавлять Кое-какие Строчки Смотрите Я его Открываю С помощью Ноутпада Чтобы Все эти Записи Были В один Столбец Так Открываем С помощью Ноутпад И видим Вот Такой Массив Да Много-много Команд Они вообще Предопределяют Что у нас Скачивает Что не Скачивает С Toolbox С Rling Store То есть Там где True Это Приложение Закачивается Где False Там не Скачивается Ну нам Здесь в принципе Не надо То что написано Мы будем Сюда Добавлять Свою команду Чтобы у нас В Toolbox RS-монитор Скачался Вот Тут его нету То есть Нету RS-монитора Мы хотим Мы хотим Чтобы он Скачался Значит Мы должны Добавить Сюда Определенную Строчку Определенную Команду Я подготовил Вам дам Ссылочку Будет Под видео В описании Так Я вам Показываю Что мы Будем Копировать Word-овский Файл Там где Уже Заготовочка Готовая Либо У автора Вот В тексте Если вам Не лень Набирать Все это Заново Со всеми Скобками Знаками Препинания Пробелами Вот Можете Набрать Но Проще Взять Скопировать Уже Готовый Текстовый Документ Копируем Его Этот Весь Текст Переходим В наш Текстовый Редактор И Нам Надо Его Либо В конце Всего Массива Впихнуть Ставить Так Вот У нас Конец После True Последней Строчки Перед Навигайшн Либо Где-то Между Там Где-то Между Этими Отдельными Блоками Вот Так Ну Мы Сделаем В конце После Ставим Пробел Курсор У нас Моргает Так И Вот Этот Лишний Пробел Мы Тоже Убираем У нас Должна Строчка Быть Здесь Одна Вот Эти Скобочки Тоже Мы Подвигаем Так Как Они Должны Стоять Вот Так У нас По Итогу Должна Наша Добавленная Команда Выглядеть Либо Вы Можете Вставить Между Каких-то Тоже Блоков Но Там Тоже Смотрите Скобки И Кавычки Чтоб Все Были Как Как Положено Как Вот В Предыдущих Этих Записях Потому Что Это Очень Важно Для Нормальной Работы Все Теперь Мы Файл Этот Сохраняем С Изменениями Сохранить Как Попросить Заменить То Естественно Заменяем Вот Затем Нам Надо Закриптовать Обратно Этот Файл В Который Мы Внесли Изменения Его Раскриптовали Сейчас Мы Будем Закриптовать Выбираем Первый Наш Файл Этот Мейн Джейсон Нажимаем Open Ну Я так Понял У меня Работает Как Автор Там Говорил All Files Я Выбираю Просто Конкретный Тип Файла Все Работает Нажимаем Open Соглашаемся И Затем Выбираем Nav Этот Файл Который У Нас Был Но Мы Его Закриптовываем Все В один Файл Который Мы Потом Зальем На Флешку Open Все И У нас Успешно Создался Новый Файлик С Расширением VLS Так Вот Он По дате У нас Будет 1552 Закрываем VLS Descript Нам Уже Не Надо Программа Это Для Декриптования И Сейчас Мы Забрасываем На Свою Флешку Вот Этот Файл Помните Мы Скачивали В флешке VLS Ваш Отпечаток Это Тот же Отпечаток С вашего Рлинка Но Он Уже Просто Изменен Для Того Чтобы Мы Смогли Чтобы У нас Доступно Было В Рлинк Стор Доступно Для Скачивания Такая Вот Хитрость Сделана То Чтобы Расшарились Скажем Так Чтобы Мы Могли Скачать Расмонитор Теперь Мы Копируем Этот Пропатченный Измененный VLS Документик Заходим На нашу Флешку VRLINK То Что Был Старый Мы Обязательно Удаляем И Вставляем Новый Вставить Все Первая Часть У нас Уже Готова Скажем Так Теперь Мы Переходим В VRLINK Стор Либо В Toolbox У вас Теперь Уже Будет Доступен Для Скачивания RS Monitor Это Приложение Ну По крайней Мере Должно Быть Доступно Если Не Получается Значит Где-то Что-то Не так Сделали Именно В этих Командах Скобки Кавычки Пробелы Перепроверьте У меня Это Получилось Далеко Не С первого Раза После Того Как У вас В Toolbox Появился RS Monitor Скачиваете Его На Флешку Идете Вставляете В машину Приложение У вас Инсталируется В R-Link И Переходим Уже К Следующему Этапу Что нам Надо Будет Делать Это Прописать Код Нам Нужно Будет Взять DDT For Естественно ELM 327 Чтобы Был Адаптер У вас Подключен Соединен По Блютузу Или По Wi-Fi С Вашим Ноутбуком И Мы Должны Будем Еще Ввести Код Я Пока Показываю В Демо Режиме Потому Что Я Это Все Делал Не Снимая Если Б Я Снимал Получилось Бы Много Дублей И Много Лишних Действий Выбираем В DDT Fall Свою Машину И Что Быстрее То Возьму Например SPS 5 Так Затем Мы Должны В Аудио Зайти Можно Просканировать Вот Здесь Все Блоки Чтобы Узнать Название Ваших Блоков Так Я Перехожу В Аудио Выбираю 2x2.5 Сейчас У нас В Экранах Появится Configuration Сюда Заходим Опускаемся Вниз И Нам Нужен Вот Этот Пунктик Это Строка Родна В Configuration 2.2 Вот Здесь Вот Будет Такая Строчка Но Дата Поэтому Мы На Это Не Обращаем Внимания А Будем Записывать Именно Сюда Нам Нужный Код А Код Мы Тоже Возьмем У Автора У Автора На Drive 2 Есть Ссылочка Сейчас Я Вам Покажу Вот Файл Такой Под Этой Картинка У Автора Там Коды Для Разных Моторов Смотря Какой У У У У У У У У У Лишна Потому Что Это Важно Вот Я Выбираю Для Своего Двигателя Который У 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 ДЦ И Конечно 110 Мы Не Копируем Именно Вот Этот Код Копируем Весь До Конца Ну Я До Конца Копировать Не Буду Для Тоже Чтобы Экономить Время Со Со Убираем Паста Нажимаем Включаем Режим Эксперт Нажимаем Эйнштейна И Нажимаем На Желтую Кнопку Рено Спорт Конфигурэйшн То есть Мы Отправляем Эту Команду Потом Нажимаем K Off On Reset У Нас Перезагружается Air Link И Все RS Монитор У У У Должен Появиться В Меню Вашего Air Link Я Вам У нас Появится RS Монитор В Приложениях Так Приложение Выбираем Вот у нас RS Монитор Либо Он еще у нас Появился В Виджетах Если Зайти В Главное Меню Система Главные Страницы Так Пролистываем Вот Здесь Видите У меня RS Монитор Я его Добавил В какое-то Свободное Поле Так Принять Ну И здесь Соответственно Мы Выбираем Любой Любую Графику Которую Мы хотим Видеть Любое Отображение Какого-то Датчика Так Что Друзья Если Вам Попробуйте Поиграйтесь Посмотрите Что это Такое Думаю Вам Будет Интересно Тем более Что Это Бесплатно За это Платить Не надо Это Доступное Приложение Просто Немножко Надо Над ним Поработать Чтобы Установить